уважаемые коллеги дорогие друзья сегодня у нас третья передача в цикле гастро клуб посвященная заболеваниям печени и сегодня у меня в гостях два не побоюсь этого слова величайших гипотолога современности это розина теона павловна и тихонов игорь николаевич и хочу сказать что сегодня так интересно получилось что мы втроем являемся представителями наверное трех разных медицинских лечебных учебных учебных учреждений это московский государственный университет теона павловна сеченовский университет игорь николаевич и российский национальный исследовательский медицинский университет это я но объединяет нас всех одно общее место работы это клиника рассвет где мы все принимаем и ведем пациентов и сегодня с удовольствием я задам очень актуальные вопросы моим гостям про то что беспокоит каждый день и я думаю врача терапевта очень много у нас вопросов в отношении того как вести больных со стеатозом печени как вовремя выявлять вирусные гепатиты как лечить больных с алкогольным поражением печени как наблюдать и может быть куда правильно направлять больных с циррозом печени поговорим обязательно про рак печени про вакцины которые помогут защитить нас от вирусных гепатитов и я призываю вас как обычно активно задавать вопросы в чате потому что у нас будет время я надеюсь и мы сможем задать ваши вопросы уже моим гостям вот давайте начинать может быть у вас есть какие-то вступительные слова уважаемые мои гости тена павловна спасибо большое за приглашение за возможность принять участие в этом обсуждении надеюсь что постараемся обсудить какие-то злободневные вопросы ответить на вопросы наших слушателей и как-то вот прояснить какие-то аспекты ведения наших пациентов благодаря за приглашение и в качестве небольшого вступления хотел бы сказать что мы стоя плавно работаем по несуществующей специальности к сожалению российской федерации нет специальности гепатолог все мы гастроэнтерологи по диплому либо терапевт этим занимаются часть больных конечно с вирусными гепатитами уходит к инфекционистам это логично и юридически прописано но тем не менее всех нас объединяет любовь к нашему органу в правом подреберье спасибо давайте наверное начнем сразу с обсуждения различных нозологий и первое чем я хотела у вас спросить это остеатоз печени потому что каждый день на своем приеме я сталкиваюсь с пациентами как правило это ну люди наверное может быть после 50 лет немножко с избыточной массы тела которые приходят обязательно заключениями узи и всегда там есть слова печень увеличена в размерах признаки там или гепатоза или жировой инфильтрации или вот какие-то такие слова и вот сразу встает вопрос является ли вот такое заключение ультразвукового исследования поводом для установления диагноза стеатоз печени либо нам нужны еще какие-то критерии для того чтобы установить этот диагноз и начать лечение я бы хотела сказать что иногда диагноз стеатоза печени можно поставить даже просто посмотрев на пациента потому что все таки основным предрасполагающим фактором для развития стеатоза то есть отложение жира в печень является избыток массы тела и теоретически у каждого человека у которого есть выраженный избыток массы тела есть остеатоз печени то есть отложение жира сам по себе стеатоз он так опасен все такие популяционные исследования показывают что выживаемость больных с простым стеатозом не очень отличается от нажимаемости общей популяции для нас гораздо важнее понимать добавился ли к этому стеатозу компонент воспаления это мы уже называем словом стеатогепатит потому что вот уже наличие стеатогепатита конечно ассоциировано с ухудшением прогноза пациентов с увеличением заболеваемостью не только циррозом печени но и чаще всего сердечно-сосудистыми заболеваниями инфарктами инсультами гипертонией сахарным диабетом целым рядом злокачественных опухолей поэтому да узи это хорошо мы сделали ультразлук нашли диффузные изменения печени мы понимаем что да наверное у больного есть стеатоз теперь есть даже специальные программы на мрт которые позволяют посчитать количество жира в ткани печени есть аппараты фиброскан современные которые тоже определяют нам степень стеатоза но для нас гораздо важнее есть там в этой печени воспаление или нет ни один из этих методов на этот вопрос ответить не может тут вот чаще всего все-таки при необходимости мы выполняем биопсию печени потому что это золотой стандарт иногда вам как бы обращаем внимание на биохимические показатели если у больного повышенные печеночные ферменты такие как а ст а лт гамма-глутамил транспектидаза это косвенный признак наличия воспаления в ткани печени и того что пациента в общем следует лечить игорь николаевич может что-нибудь добавит дата и пау спасибо я добавлю несколько слов что для нас еще важным прогностическим показателем является стадия фиброза печени потому что она как показали многочисленные исследования определяют прогноз в том числе и надо сказать риски развития гепцулярной карциномы рака печени который к сожалению при жировой болезни печени независимо от ее причин может происходить и даже в отсутствие выраженного фиброза и цирроза как мы привыкли что цирроз это плацдарм для развития рака печени кроме того немного статистики по вашим словам ты полна у пациентов с избытком веса то есть у кого индекс масса тела больше 25 но еще не добирает до ожирения это 30 килограмм на метр квадрате до 65 процентов встречается статус печени гепатоз жировая болезнь у пациентов с доказанным ожирением то есть индексом больше 30 это практически 95 процентов и кроме того в когорту попадают пациенты с сахарным диабетом коль скоро это метаболическое заболевание и есть много общих звеньев патогенеза у диабета и жировой болезни печени там практически 7 из 10 пациентов с диабетом даже независимо от того если у них очевидно ожирение или нет могут иметь жировой болезнь печени и статый гепатит который как сказал ты полна играет очень важную роль конечно все согласятся что пунктировать каждого пациента у которого есть статус по узи или дислепидемия или какие-то минимальные отклонения в биохимии особенно на амбулаторном звене особенно с учетом организации медицинской помощи сложно и не всегда и пациенты хотят уговорить пациента с избытком веса с ожирением который ничего не чувствует его ничего не беспокоит и это формально иногда случайная находка при узи на согласитесь достаточно сложно но вот с тех пор как у нас стали появляться клинические исследования у нас у вас ты полна по поводу жировой болезни печени где необходимым условием для включения в программу является биопсия печени мы увидели что даже в отсутствие очевидных признаков выраженного фиброза и цирроза печени иногда для нас случайная находка f4 стадии по биопсии то есть пациенту которого нет классических признаков портальной гипертензии сплена мегалии даже тромбоцитопения как проявление гиперспленизма мы видим продвинутую стадию фиброза и это всегда впечатляет что какой-то процент пациентов с продвинутой стадии заболевания без симптомов мы конечно пропускаем более того если взять популяционные исследования например российское общество по изучению печени проводила случайную выборку в рамках программы проверь свою печень это было население москвы все кто желал мог бесплатно обследоваться пройти биохимия ультразыковое исследование маркеры вирусных гепатитов оказалось что больше трети населения я не говорю даже пациентов более трети населения москвы являются пациентами со стеатозом и вот этим жировым гепатозом то есть потенциально они в риске прогрессирования заболевания или как ты полно сказал сердечно-сосудистых осложнений злокачественных заболеваний нет конечно не хочется пугать потому что все-таки наверное стеатоз относительно доброкачественное состояние но до поры до времени здесь же нужно заметить что стеатоза не только жировая болезнь печени стеатоз печени жировая дистрофия это универсальный ответ печени на повреждения его могут вызывать лекарства например вирус гепатита c алкоголь конечно именно поэтому сейчас у всех у нас на слуху новый термин который пока официально насколько я понимаю еще не вошел в практику это метаболически ассоциированная жировая болезнь печени по английским fld подчеркивая что и алкоголь и метаболический жировой компонент имеют общие повреждающие механизмы и вызывают в конечном итоге ожирение печени стеатоза послушайте а у меня тогда вот такой вопрос у меня много вопросов сейчас возникло то есть у меня всегда в голове было четкое понимание что если ко мне пришел пациент с признаками там с ожирением с ультразвуковыми признаками там стеатоза я ему назначаю биохимический анализ крови и не вижу увеличение печеночных ферментов и делаю для себя вывод что у него все хорошо у него нет стеатогепатита то есть получается что это не всегда так что мы не можем ориентироваться всегда на ферменты и вообще какие предикторы того что вот есть какие-то факторы которые бы мог могли навести меня на мысль что вот у этого человека с ожирением уже раз развились какие-то более продвинутые стадии жировой болезни печени чем просто стеатоз это фиброскан и это стадия фиброза то есть и пока я не сделаю фиброскан или биопсию печени я не смогу чисто по там анализу крови понять что этот больной более серьезно группе риска совершенно верно плюс ко всему я думаю все практикующие терапевты гастроэнтерологи гипотологи согласятся что лтс это все-таки очень суррогатный маркер и не всегда особенно после того как мы стали более активно пунктировать таких пациентов не всегда отражают истинное воспаление пациента может быть очень высокий уровень для для нас и для них например 200 а при пункции ничего кроме жировых отложений мы не видим то есть признаков гепатита как такового жирового мы не видим и наоборот лт может быть в пределах двух норм допустим а при морфологическом исследовании там активное воспаление инфильтрация что указывает на высокий риск прогрессирования заболевания и в цирроз и в сторону гепцеллюлярного рака такой часто вот статус переходит в цирроз но данные разятся хотя есть вот эта схемка я думаю ты вполне прекрасно знает и помнит где показано процентное соотношение пациентов переходящих из статоза в стеатогепатит и стеатогепатит в цирроз и процент развития гепцеллюлярной карциномы вот это небольшой процент от пяти до пятнадцати процентов но сейчас у нас например появилась возможность посмотреть и генетическую предрасположенность к этому быстрому прогрессированию развитию рака печени это полиморфизм генадипнутрина пен пел 3 которые делают коммерческие лаборатории например не хочется конкретно называть это не входит в наши сегодняшние цели но тем не менее показано что этих пациентов намного риск выше прогрессирования стеатогепатита фиброза цирроза и рака печени то есть это означает что жировая болезнь печени достаточно серьезное заболевание да и нужно в общем то за такими пациентами ну как-то следить и так называемый проведи активный скрининг потому что наверное ты по-моему согласиться что сами по себе если их ничего не беспокоит если у них нормальные тесты такие пациенты не приходят к врачу даже в рамках диспансерное наблюдение даже должен быть активный скрининг может быть как-то их вызывать приглашать следить но отложиться на амбулаторную звено большей степени плюс ко всему пациентов всегда беспокоит повышенные показатели и к сожалению очень много недобросовестных либо достаточно прямоверно и мыслящих коллег идут на поводу у пациента и просто снижают лтст успокаивая таким образом и пациента и себя вот расскажите пожалуйста про лечение теперь пациентов какие основные у нас пункты в терапии больных с жировой болезни печени чтобы не просто снижать ферменты а чтобы лечить это стадирование да мы должны определить стадию болезни если у больного нет выраженного фиброза нет активного воспаления есть просто жир его лечить не нужно ему нужно его нужно рекомендовать просто здоровый образ жизни снижать употребление калорий заниматься каким-то спортом и снижать вес тут никакое медикаментозное лечение активно не требуется если же мы видим да теона павловна я вот это хотел у вас тоже ну спросить то есть приходит женщина 100 килограмм я и я каждый день это говорю вы должны заниматься спортом запишитесь в бассейн там у вас должна быть низкокалорийная диета но это же абсолютно не работает то есть у нас есть какие-то реально работающие механизмы для таких пациентов у больного нет внутреннего запроса и мотивации к сожалению никаких реальных механизмов у нас нет если у больного нулевая стадия фиброза есть просто жир в печени нет воспаления но как бы объективно он может всю жизнь прожить вот если ему нравится жить такой весе если у него нет внутреннего запроса этот вес снижать но мы в общем-то и настаивать особенно не будем а если больной пришел мы сделали ему фиброскан увидели уже хотя бы вторую стадию фиброза до цирроза еще далеко мы понимаем что если больного уже случилась вторая стадия фиброза то он на пути к циррозу печени и тут мы должны уже активно больным заниматься во первых должны ему рассказать все его перспективы и соответственно должны в этом помочь и тут конечно опять таки как бы краеугольным камнем является снижение веса как мы как этого добиваемся конечно объясняем конечно рекомендуем говорим про низкокалорийное питание говорим про то что нужно заниматься какой-то физической активностью но как показывают всякие статистические исследования вес способны снизить но около 13 процентов наших пациентов из тех кому мы говорим что это надо делать и в этой ситуации вот в последние годы появились лекарства из группы аналогов гпп-1 они пришли к нам из эндокринологии которые мы стали активно использовать для снижения веса это сначала были лироглютит потом появился тулаглютит сейчас много исследований с тем аглютитом сейчас вышло вот последнее исследование где он использовался в большой дозе 2 и 4 миллиграмма в неделю и там реально среднее снижение веса было около 15 килограмм у нас пока такая доза в стране не зарегистрирована я надеюсь что это случится в скором будущем и это тот класс препаратов которые безусловно пациентам помогает но наверное я не совсем с того начала мне кажется что самое главное как бы главное в этом это все-таки работа с психологами потому что так или иначе когда у человека длительный набор веса есть какие-то факторы которые к этому набору предрасполагают очень часто это многолетние не очень-то большое переедание которое вот много лет существует больной постепенно набирает вес есть какие-то элементы возможно расстройств пищевого поведения есть какое-то стрессовое переедание еще что-то поэтому мне кажется крайне важным важным участие обученного психолога в этой работе поддержка пациенту помощь пациенту а чтобы он не растерял мотивацию чтобы при какой-то небольшой неудачи он не опустил руки а продолжала работать мне кажется очень важно такая вот мульти дисциплинарная работа и наша и доктора диетолога возможно и обязательно конечно доктора психолога который помогает нам с пациентами справляться безусловно и эндокритологи если в этом есть необходимость потому что все таки у большинства больных есть сахарный диабет им тоже нужно заниматься мы понимаем что неконтролируемая гипергликемия это тоже путь прогрессированию фиброза в печени и тут вот такая вот многоплановая работа мне кажется должна проводиться он павловна а вот ну хорошо если мы говорим не остеатозе дальше а вот о следующих стадиях когда есть фиброз когда есть гепатит есть у нас какие-то медикаментозные методы воздействия чем мы таких пациентов я спрошу почему я уточню вернее почему я спрашиваю потому что в моем представлении это препараты урсодезоксихолевой кислоты это витамин е достаточно больших дозах у меня наверное какие-то старые знания по этому поводу и это что-то типа метформина и работа вот с эндокринологами несколько лет назад действительно выходили работы где уж софальк применялся в сочетании с витамином е и получали какие-то положительные результаты которые потом не очень подтвердились более многочисленными если то есть немногочисленными а исследованиями на более больших когортах пациентов и с метформином тоже в связи с тем что он снижает инсулино-резистентность и вроде бы как у него есть центральный анорексигенный эффект думали что на нем пациенты будут хорошо снижать вес но вот не очень то получается и метформина сейчас в европейских рекомендациях нет основные препараты на которые сейчас делается упор это конечно же аналоги гпп-1 разные мы о них вспоминали и вот у игоря николаевича в клинике у нас клиники идут стартуют одни и те же исследования это новое исследование как бы исследование новых препаратов в основном это третья фаза исследований где проверяются препараты уже новых классов которые будут способны как бы удалять жир из печени не только средством общего снижения веса а вот как бы будут лечить стеатоз мы вот планируем включаться сейчас у нас два исследования уже запланировано но это пока только третья фаза есть на предварительные результаты второй фазы на небольших группах больных ну вот не знаю проведем исследования посмотрим но то есть сейчас я чуть нечем самое главное что я подтверждаю слова ты упал на конечно там еще пиоглитозон обсуждался раньше ни один из препаратов которых огромное количество по крайней мере в лаборатории в клинических испытаниях не достиг конечной точки которая поставлена в любом из таких клинических исследований то есть обратимость фиброза печени и в некоторой степени регресс стеатогепатита если по стеатогепатита есть какие-то убедительные относительно оптимистичные данные то ни один препарат не способен обратить фиброзу а вот вы говорили что назначают недобросовестные доктора препараты которые снижают ферменты это что за препараты способны снизить фермент это те самые в кавычках гепатопротектор и они могут быть самого любого рода и профиля в зависимости от того к чему привык доктор которые могут действительно немножко на время снизить но это снижение ферментов не говорит нам не улучшение состояние печени не улучшение отсутствие улучшения долгосрочного прогноза это успокоение души и в какой себе закрытие глаз на проблему потому что проблема никуда не делась если это метаболические нарушения ожирение избыток веса и так далее но то есть резюмира все это я понимаю что вылечить невозможно и лучше не не толстеть единственный путь мы пытаемся что-то делать есть еще работы с об этих оливой кислотой третья фаза закончилась где вроде бы как тоже продемонстрировано регресс фиброза но к сожалению этот препарат нашей стране не зарегистрирован ни по каким показаниям хотя в сша он уже в течение трех лет зарегистрирован для лечения больных первичным белярным холонгитом но у нас ранее его пока нет соответственно использовать мы его тоже не можем не все так грустно все-таки мы можем меньше есть заниматься спортом полечить больного каким-нибудь тем аглютидом помочь ему снижение веса но конечно идеально это профилактика самая хорошая медицина это профилактическое естественно поэтому если мы можем не набирать вес то лучше стараться этого не делать ты помна по пизо фибра то еще есть какие-то оптимистичные данные в рамках жировой болезни печени но я не уверен что это третья фаза исследования хотя даже заболевание печени в том числе холестатических он вроде бы как начинает себя хорошо показывать хорошие результаты но у нас стране и без фибра то сейчас нет приходится его раздобывать где-то где-то представляет некоторые сложности если раньше пациенты в общем заказывали и привозили себе препараты из германии из италии то сейчас этим тоже большие сложности те больные с первичным белярным холонгитом которые были мои на безофибрате пришлось их переводить на фенофибрат я не знаю насколько это равнозначно потому что не равнозначно вот потому что мы видим не вполне равнозначно но ты именем за неимением лучшего и берема переводила кого-то на фенофибрат у кого-то очень неплохие результаты но нет же сравнительных исследований поэтому вот тоже с этим не просто можно я резюмирую что введение пациента жировой болезни печени независимо от ее причин алкогольные не алкогольные комбинированные что чуть более тяжело протекает наша задача наверно первую очередь это психологическая какая-то поддержка пациенту о чем говорили еще старые учителя что нужно побеседовать больного замотивировать именно на на коррекцию метаболических нарушений не всегда это только похудение ну а давайте вот вы сейчас начали говорить такие слова там первичный бильярдный цирроз аутоиммунный гепатит склерозирующий холонгит да то есть вот эти все заболевания они такие уже достаточно сложные в диагностике дифференциальный диагноз тактика лечения там специализированные препараты вот наверное для широкой аудитории для врачей терапевтов гастроэнтерологов важно вовремя понять что этот пациент требует уже направление гипотологу да и вот таких более детальных исследований здесь вопрос такой вот часто приходит пациенты с первое наверное что мы видим кроме жалоб у таких пациентов жалобы у них на что на кожный зуд на пожелтение кожных покровов да на какие-то там боли астению боли в суставах но первое что может увидеть объективно доктор это повышение ферментов при таких заболеваниях это щелочная фосфата забили рубин а лт а ст вот какое повышение ферментов является уже таким звоночком для нас что вот этого пациента надо отправлять все-таки гипотологу для диагностики для более детальные прицельной диагностики потому что там повышение в два в три раза ну каждый день мы таких пациентов видим допустим и вот но как-то пытаемся сами с ними разобраться у меня есть ответ на этот вопрос на мое личное мнение при любом другой вопрос что опять-таки повторюсь гипотологов по пальцам пересчитать даже по россии что все-таки это компетенция гастроэнтеролога который должен быть в курсе того и тех алгоритмов действий которые мы должны реализовать при повышении печеночных тестов и касаясь не на ты полностью гласит или нет любое повышение ферментов требуется первичного скрининга всех любых заболеваний пищи то есть послушайте приходит ко мне пациент там с а лт там 120 и что я его сразу направляю на все вот эти антимитохондриальные антинуклеарные антитела к там микросомы печени и почек как это делают огромный список за чей счет праздника ты упал на не слышно просто нет да чек впервые повышенными трансаминазами есть такое американский алгоритм действий не делать ничего через два месяца повторить анализы если там сохраняется повышение действительно вот тогда уже больного обследовать потому что есть масса приходящих ситуаций например больной перевалил аденовирусной инфекции у него просто насморк и в рамках этой аденовирусной инфекции у него может случиться аденовирусный гепатит острый вирусный да который сам по себе пройдет он не требует ни обследования ни лечения но а это может быть и 200 и не надо его посылать там на полный скрининг все-таки на хронические заболевания печени мы обследуем когда у человека есть хотя бы шестимесячный анамнез персистирующие повышения ферментов надо оставить в покое но всех поголовно отправлять на полный скрининг конечно не нужно мне бы хотелось все-таки один акцент сделать у нас стране есть неправильный подход вот есть какие-то повышенные ферменты и мы начинаем лечить печень вот это то заблуждение которое нужно выбить из головы вообще всех работающих практикующих докторов у нас нет лекарств для лечения печени когда у человека болеет печень наша главная задача понять как называется это заболевание потому что мы должны лечить конкретную болезнь если у него гепатит b мы должны лечить гепатит b если у него гепатит c гепатит c если у него гемохроматоз мы должны выводить железо а не давать больному гепатопротекторы годами не разбираясь причине потому что так как игорь николаевич говорил они временно ферменты снизят причина никуда не денется болезнь будет прогрессировать поэтому первым делом мы уточняем причину да если больной пришел конечно мы не сразу отправим его на полный скрининг всех аутоиммунных маркеров мы посмотрим сначала частые вещи в первую очередь вируса гепатита b и c и дальше мы поспрашиваем алкогольный анамнез папа выясняем лекарственный анамнез если больной вот сейчас переболел к видам до сих пор нашей стране какой-то вакханалия происходит когда больному с амбулаторным к видам назначают 234 антибиотика далее один сохраняется лихорадка ой антибиотик не эффективен далее 2 потом дали 3 далее 4 противовирусные препараты ты полно забыли обязательно интерферон орбидол я забыла про вот этот вот орбидол который приносят доктора из поликлиники по месту жительства давать плак винил вот этот вот вчера мне звонила пациентка у нее десятый день болезни и участковый доктор принес фамипиравир здравствуйте берем лекарственные анамнезы если больной пил антибиотики нестероидные противовоспалительные лекарства но мы отменим ему все то вредное что он принимал назначим лабораторный контроль и если ферменты придут к норме то не надо его обследовать а если вот больной приходит такой с длительным уже анамнезом повышенных ферментов тем более холестаза но тут конечно будем разбираться что происходит я немножко добавлю еще мы можем спросить не занимался ли пациент спортом то что сейчас многие к счастью ходят на фитнес и печеночные тесты особенно а ст может быть повышена после интенсивных нагрузок все очень индивидуально но это не больше мне кажется 200 наверно да потому что это нагрузка на мышцы это можно сказать микрофибрильные разрывы какие бывают после активной качалки но здесь еще и конечно же спрашиваете не пьет ли он что-то из бадов или гормонов роста анаболиков очень часто пациенты не признаются потому что это полулегально либо не хотят про это говорить и я бы хотел степанно обсудить ггт изолированное повышение ггт это то что некоторых тревожных пациентов и не всегда грамотных специалистов заставляет посылать пациента на многие ненужные обследования а в ряде случаев ггт отражает даже не алкоголизацию то есть употребление алкоголя а коррелирует просто с избытком массы тела даже без отклонения лт ст и мы не лечим ггт мы не лечим цифры мы говорим все то что мы обсуждаем уже полчаса безусловно смотрим активность щелочной фосфатазы если активность щелочной фосфатазы нормальная иначе у больного нет холестаза и лечить гамма-гт нет конечно при стоят и гепатития которые вот уже надо сменить тему вот но иногда его проявлением бывает изолированное повышение гамма-гт и тут но наверное имеет смысл сделать фиброскан да исключить выраженный фиброз и если фиброза нет но опять те же рекомендации как бы по здоровому образ жизни снижению веса и так далее куча слов написано в интернете я не знаю на форумах что гамма-гт может быть признаком рака больных это пугает некоторые лаборатории сейчас перестали быть нашими друзьями и друзьями пациентов выделяют любые отклонения от нормы такими вот квадратами красными и больной приходит с этим лабораторным бланком последний вопрос чтобы закончить эту тему аутоиммунных поражений все-таки если я подозреваю что вот больной говорит у меня 6 месяцев повышенный фермент и повышен достаточно высоко и билирубин там и щелочная фосфатаза и я уже подозреваю что вот у него какое-то серьезное аутоиммунное там поражение либо протоков либо аутоиммунный гепатит мне стоит брать вот этот весь список и самой этим заниматься либо все-таки взять и уже сразу направить к доктору гипотологу на ваше усмотрение на все таки то есть все равно врачи гастроэнтеролог не сможет лечить как мне кажется такого пациента сможет лечить почему же у нас стране и правильно сказал у нас нет специальности гипотолог мы все гастроэнтерологи просто кто-то больше специализируется на ведении больных с поражениями печени но любой гастроэнтеролог может назначить панель обследования на аутоиммунный гепатит она достаточно простая везде прописанная и дальше лечить такого пациента преднизолоном если мы поставили аутоиммунный гепатит высокой степени активности да безусловно это будет иммуносупрессивная терапия чаще всего комбинация преднизолона и азотиоприна если у доктора там мало опыта он тревожится боится или не знает но тогда можно отправить туда где эту клинику где занимаются лечением таких пациентов а вот еще я забыла спросить вот вы говорите фиброскан нужно сделать там а вот где это можно сделать в нашей стране вот в москве конкретно хотя бы или это только в москве очень много места стоит ну чтоб 15 час вот вспомню легко поэтому на запрос в гугл там где сделать в москве эти броска вылезет целый большой список простое неинвазивное исследование да к нему не требуется какая-то там какой практически подготовки быстро информативно хотя к сожалению иногда нужно грамотно трактовать те цифры которые мы получаем для каждого заболевания печени порог значение эластометрии эластичности печени он свой то есть например при жировой болезни печени 10 килопаскалит и еще не цирроз а при вирусных гепатитах 12 13 14 уже цирроз при холестатических заболеваниях печени при холонгите пилиарном циррозе еще выше потому что холестат завышает плотность печени и там 18 считается готов для того чтобы поставить цирроз истинный есть специальные таблички для этого те кто работает с фибросканом должны знать и правильно интерпретировать плюс ко всему высокая активность а лт тоже повышает плотность печени самовоспаление и на высокоактивном гепатите любой этиологии фиброскан может быть чуть менее информативным то есть он можно завысить до показателей в 3 в 4 цирроза понятно да фиброскан нельзя назначать в больным с асцитом фиброскан нельзя назначать больным с правожелудочковой недостаточностью потому что он всем покажет цирроз печени за счет отека не надо назначать фиброскан больному с острым гепатитом когда у него лт 2 3 тысячи мы получим совершенно не интерпретируемые показатели то есть доктор должен понимать что он делает и кого на это исследование направляет а давайте поговорим сейчас вот еще о таком интересном не знаю даже назвать это заболевание синдром синдром жильбера да то есть тоже очень часто приходят пациенты у которых слегка повышен уровень билирубина и ты понимаешь что это в общем то большей частью за счет не прямого билирубина но почему-то всегда у них чуть-чуть и прямой повышен ну хоть там нам на 1-2 единицы да и очень часто я вижу что вот этот пациент уже пришел от какого-то доктора который ему обязательно назначает там регулярные биохимические исследования там раз в полгода обязательно узи диету да обязательно диету потом урсодезоксихолевая кислота частенько в назначение этот препарат который увеличивает активность печеночных корвалов фенобарбитал который содержится в кровололе да то есть активно таких пациентов пытаются даже них не назовешь пациентами людей лечить вот расскажите о том про синдром жильбер представляет ли он какую-то опасность до каких цифр может подниматься уровень билирубина и нужно же ли за такими пациентами наблюдать можно я скажу как представитель удовольствием передам вам слово и у меня подтвержденный синдром жильбера и те самые мытарства которые были со мной когда еще был школьником и не мог критично переосмыслить все что происходит направление в институт гастроэнтерологии контроль крови какие-то препараты которые нормализуют снижают уровень билирубина все это меня возможно заставило чуть больше поинтересоваться гипотологией провело в клинику имитареева в свое время тем не менее насколько я знаю синдром жильбера вообще будет исключен из международной классификации болезни одиннадцатого пересмотра и слава богу потому что это все мы знаем доброкачественные состояния и это особенность обмена веществ конечно бывают повышения приходящие повышения но уровень билирубина живет своей жизни для этого не нужно ничего лишнего делать есть банальные провоцирующие факторы переутомление отсутствие адекватного сна голодание употребление алкоголя который немножко приводит на следующий день а спорт вряд ли спорт нет а психоэмоциональные психоэмоциональные нагрузки к тому же это практически каждый десятый двадцатый я скажу пациент мужчина в первую очередь то что мальчики более склонна до каких цифр вот поднимается билирубин у таких максимально у нас есть негласное правило до 100 микромоли это синдром жильбера выше выше это нужно искать либо другие варианты в мутации в этом гене либо другие причины для непрямой гипербилирубина скажите пожалуйста всегда ли вот можно установить диагноз просто увидев небольшое повышение билирубина и как бы и все то есть вот я не вижу больше не повышение других ферментов не вижу не повышение прямого уровня билирубина уровне прямого билирубина этого достаточно или нужно все-таки пациента отправлять на вот этот вот ген анализ полиморфизмов нужно я думаю что диагноза или нет для установки диагноза достаточно поговорить с пациентом просто или с его мамой которые приходят на прием до возраста 30 лет иногда тоже такой патагноманический признак для синдрома жильбера то что могу по себе судить они чуть более обстоятельные нудные пациенты пациенты конечно для прям не прямой гипербилирубинами есть другие причины пример гемолиз хронически он может быть даже скрытым и наверное чтобы расставить все точки на и по крайней мере успокоить пациент и сказать что это она живите и будьте счастливы наверное придется провести гензическую верификацию но есть ситуация когда мы видим половинную мутацию неполный полиморфизм мутантный тогда мы не можем наверное поставить этот синдром но есть склонность чуть более высоком уровне билирубина тогда мы просто это пациенту должны проговорить но уж тем более не лечить потому что даже снизив уровень билирубина индуцировав активность фермента на какое-то время потом все равно мы получим повышение если будут провоцирующие факторы это будет такая игра причем игра с психотропным веществом мне кажется нам россии весь мир смеется уже которая назначает фенобарбитал людям синдрома жильбера я говорю не пациенту даже людям синдрома жильбера я знаете еще забыл спросить вот некоторое время назад я читала несколько статей о том что микробиоты кишечника очень сильно влияет на развитие таких заболеваний как статус печени даже что-то там какие-то алкогольные поражения индуцирует есть какое-то такое понимание или это все только в сфере научных работ то есть нужно ли каким-то когда вы лечите заболевание печени стараетесь ли вы каким-то образом влиять на микробиоту наверное здесь причина следствия потому что неправильный стиль питания западной диеты то есть высоким содержанием жира углеводов быстрых углеводов употребление алкоголя неизбежно влияет на кишечные микробиоты запускает тот каскад приводящий к метаболическим нарушениям поэтому мы ее не исследуем естественно не корректируем а делаем акцент на образе жизни правильном питании единственное место приложения коррекции на мой взгляд сейчас это если у нас больной с далеко зашедшим циррозом печени с его осложнениями и мы понимаем что синдром избыточного бактериального роста который у них есть может приводить к развитию там асцитоперитонита прогрессированию осложнений тут мы даем рифоксимин это прописано во всех международных рекомендациях в том числе при лечении больных с печеночной энцефалопатией пожалуй это из клинических единственная ситуация когда мы можем будем влиять на кишечную микробиоту мне бы хотелось про жильвер пару слов добавить я бы все-таки наверное сказала что нужно делать узи брюшной полости чтобы оценить размер селезенки и не пропустить такой вот скрытый гемолиз который есть и в принципе в рекомендациях написано что необходимо смотреть мазок крови смотреть форму эритроцитов опять для того чтобы не пропустить гемолиз скрытый но это обычный анализ крови как бы имени ничего такого нет и чтобы подсластить пилюлю людям с синдромом жильвера тоже не хочу их называть пациентами сейчас есть всякие популяционные работы что при синдроме жильвера существенно в сравнении с популяцией снижен сердечно-сосудистый риск снижен риск колоректального рака вот снижен риск у этих пациентов ожирение метаболического синдрома то есть считается что билирубин является антиоксидантом что он улучшает дисфункцию эндотелия и сейчас реально очень много работ где люди с синдромом жильвера имеют популяционно более низкие риски умереть там от инфаркта инсульта и так далее заболеть сахарным диабетом и еще там ряд состояний поэтому мне кажется что главный месседж который надо вынести про синдром жильвера что во первых не надо его лечить во вторых не надо его наблюдать и в третьих не надо больных людей вернее здоровых какие-то рамки помещать где это нельзя то нельзя единственное регулярное питание ну иногда при синдроме жильвера есть повышенный риск развития лекарственной токсичности например при приеме ренотекана это очень редкое лекарство которое используется при лечении серьезных гематологических заболеваний ну и они чуть более склонны к передозировке парацетамола но парацетамол в общем никому не надо передозировать не надо пить парацетамол больше 4 грамм в сутки это большая доза я в своей практике никогда такую дозу не назначала пациентам ну меньше и обычно достаточно поэтому никаких диет никаких гепатопротекторов печень там на 5 и здоровая хочется чтобы их оставили в покое я так вот активно говорю потому что недавно пришел на прием пациент который пять лет принимал фенобарбитал лет а потом у него случились трудности с выписыванием фенобарбитала он еще пять лет пил молокардин потом все это резко отменилось у него тяжелейший синдром отмены психическими свойствами просто просто катастроф скажите пожалуйста вот раз уж вы заговорили несколько раз сами про гепатопротекторы есть у них хоть какая-то сфера применения когда их можно и нужно назначать и есть от них польза или совсем нет смотря что называть гепатопротектором если урса дезоксихолевую кислоту мы присоединяем к этой категории препаратов или псевдо препаратов то есть совершенно четкие показания в первую очередь холестатические заболевания печени первичный билярный холонгит и первичный склерозирующих холонгит хотя это полно согласиться что даже в мире для пациентов с псх отношение курса дезоксихолевой кислоте неоднозначно формально но не меняет прогноз пациентов отдаленных и не останавливает прогрессирование заболевали а гептрал сейчас глаз не дергался в области приложения у софалька я бы еще вспомнила внутри печеночных холестаз беременных где это тоже препарат выбора и золотой стандарт вот слова адаметионин если изучить рекомендации европейской ассоциации по изучению печени в чем в области лечения я не видела слова адаметионин ни в одном гайдлайне может игорь николаевич меня поправит я видел нас в гайдлайне ведения психиатрических пациентов гератологического профиля и там он выступает в качестве какой-то минимальной но все-таки добавки психотропной терапии в качестве антидепрессивного препарата ну скажем так не антидепрессивный препарата препарат определенным антидепрессивным эффектом некоторые пациенты это действительно отмечают и все дерматологи в ряде случаев его назначают для зудящих дерматозов особенно опять-таки с позиции такого седативного препарата но надо помнить что это все-таки бат и свою честь блюсти как врача интересно кстати он может ажитацию вызывать не антидепрессивный эффект оказывать а иногда больные у больных нарушается сон нужно помнить хорошо это я думаю это очень интересная информация для вот практикующих врачей терапевтов гастроэнтерологов ну потому что понятно это одни из самых излюбленных в нашей стране в принципе препаратов но давайте теперь немножко перейдем к более таким серьезным заболеванием печени это вирусные гепатиты и рак печени у нас осталось вот буквально 15 минут до окончания нашей невероятно интересной дискуссии конечно за час невозможно обсудить вот все аспекты заболеваний такого органа но про вирусные гепатиты наверное больше остановимся вот про а про гепатит а я хотела спросить только одно нужна прививка от гепатита а или нет есть рекомендации cdc в каких странах необходимо вакцинации от гепатита а например если наше население собирается на экскурсию страны средней азии в узбекистан например то в рекомендациях cdc при путешествии в узбекистан требуется вакцинация витамина а ой господи от гепатита а нашей стране все-таки достаточно часто мы видим больных с острым гепатитом особенно после поездок на отдых летом на море вот по нашей стране бывают эпидемии достаточно такие в москве частые и и немаленькие поэтому наверное все-таки лучше вакцинироваться а когда это лучше сделать в детстве на то есть детям делать или взрослому тоже можно по факту планирования наверное поездки как ты полно сказал плюс все пациенты с гепатитом b с hbv инфекции согласно рекомендациям должны быть проверены на факт перенесенного гепатита а он может протекать без симптомов то есть мы смотрим антитела и привиты потому что супер инфекция а на b как и дельты на b как и c на b все они могут значительно ухудшить курс течения поражения печени при гепатите b циррозе печени тоже больные с циррозом печени все должны быть вакцинированы от гепатита b обязательно но и от гепатита а тоже потому что есть такое понятие сейчас и кьютон кроме клевер дизыск когда она хроническое заболевание печени добавляется сверху какой-то острый фактор бывает очень тяжелая болезнь которая сопровождается высокой летальностью и наша задача этого не допустить я хотел пользу случаем задать вопрос ты полна сколько вы видите гепатит е последние годы говорят что заболеваемость повысилась особенность тех пор как мы стали какие-то неясные острые гепатиты скринирует на маркеры е или это все проделки запада я могу только про свой опыт рассказать да за 25 лет работы но два-три раза я видела больного с острым гепатитом е вероятно инфекционисты видят это чаще меня честно говоря несколько впечатлил прочитанный новый но уже не новый европейский гайд по гепатиту е мне всегда казалось вот когда я училась по советским учебникам у нас было написано что гепатит е живет странах средней азии и вот там люди болеют сейчас выясняется что основной путь передачи гепатита е это все-таки поедание свинины и в европе есть страны где заболевание демичная например там господи забыла то ли про бельгия ушла речь что ли про голландию я сейчас не помню там много гепатита е который именно через свинину передается я пересмотрела какие-то свои взгляды на это заболевание вот ну в общем всем практикующим гастроэнтерологом наверное желательно прочитать эти рекомендации по гепатиту е я узнала для себя правда много нового вот мы знаем что там как диагностировать гепатит b и c она и наши лаборатории делают тесты да мы тестируем анти антитела класса и гм и антитела класса и gg соответственно мы можем посмотреть антитела класса и гм это делает сейчас практически любая сетевая лаборатория спокойно а давайте теперь про вот эти гепатиты b и c которые часто переходят в хроническую форму ну бы я понимаю что у нас сейчас введена обязательная вакцинация всего населения и проблемы немножко отошла до сию я вдруг не сказал вот расскажите насколько часто сейчас но какую вот это больные встречаются с гепатитом b с хроническим и если вот от гепатита c у нас есть сейчас терапия до лекарственная гепатит b мы лечим как-то хронический я начну с первого вопроса к сожалению действительно не так давно но по меркам истории была введена обязательная вакцинация новорожденных самое то главное что никто не говорит и не из каких-то общественных организаций не со стороны государственной стороны даже медиков что нужно повторять вакцинацию гепатита b и кого не спросишь особенно пациентов я думаю ты полно согласиться что они очень удивляются что нужно повторно вакцинировать все достаточно разиться в среднем указывается 7-10 лет сейчас наверное в сторону увеличения этих сроков пойдет речь у всех по-разному но мы можем проверить надо проверить насколько у вас осталось напряженность иммунитета количество анти-hbs один раз или три ревакцинироваться надо достаточно одной ревакцинации для этого есть свои показания американцы своих рекомендациях ревакцинацию не рекомендуют но это 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 рекомендация годится только для тех стран где гепатита b практически нет сша гепатита b очень мало поэтому они считают что даже если титр анти-hbs упал меньше 10 международных единиц ревакцинация не нужна мы к сожалению не относимся к странам с низким с низким с низкой распространенностью hbv инфекции да безусловно после введения тотальной вакцинации намного меньше стало острого гепатита b последние годы уменьшилось количество и больных хроническим гепатитом b тоже но и но к сожалению достаточно на таких больных пока еще в нашей стране и мне кажется что имеет смысл там раз но зависимости от исходного титра анти-hbs его надо посмотреть если его больше тысячи то вероятно ближайшие 20 лет вакцинация не понадобится а если у больного титр антител например 50 это мало тут наверное следует посмотреть через пять лет если а титр антител больше ста наверное через 10 все таки посмотреть и если он упал то лучше больному сделать там бустерную ревакцинацию чем он потом когда-то заболеет острым гепатитом b просто вот таких рекомендаций что вакцинировать каждые 10 лет ну вот мне кажется это неправильно потому что с иммунным ответом ты полно вот недавно мы не спорили общались с активным достаточно пациентом который погружен в проблемы вирусных гепатитов он сказал почему все смотрят антитела где доказать того что как при любой вирусной инфекции иммунный ответ эффективный реализуется только антителами допустим я к тому что упал титр анти-hbs крови после вакцинации остаются клетки памяти или это скром так его рассуждение как не особо компетентного человека думаю что правильно все он говорил на всех есть и клетки мы их к сожалению в рутинной практике посмотреть не можем всем подряд и все-таки есть рекомендации если титр анти-hbs упал меньше 10 м е то больного надо ревакцинировать где можно посмотреть клетки памяти я не знаю такого места в москве куда можно прийти посмотреть клетки памяти понять что те клетки есть и успокоиться поэтому тут наверное не все так линейно много чего мы еще не знаем но все-таки рекомендации они написаны не просто так проводились большие исследования по исследованию пост вакцинального титра антител гепатиту b там по необходимости ревакцинации как бы но есть правило лучше на мой взгляд лучше их соблюдать вакцина от гепатита b очень безопасная никаких особенных осложнений на нее не описано самые частые это покраснение вместе инъекции и субфибрильная температура поэтому не вижу риска от укола еще одной дозы вакцины а вижу риск от заболевания острым гепатитом b поэтому пациент наверно прав но в этой ситуации ну практического выхода на мой взгляд это не имеет а насколько вообще актуально у нас проблемы гепатита b в стране вот когда я была студенткой нам говорили что этим гепатитом очень легко заразиться и что 5 процентов населения заражено и что вот надо быть крайне осторожным и теперь я каждый раз действительно вот я смотрела вашу передачу доктор мутиным он говорил что он всегда переживает когда его стригут я тоже я не могу ходить маникюрный салон потому что хотя я и вакцинирована но я почему-то все время вот этого боюсь много у нас больных сейчас в принципе есть такая статистика какой процент населения россии страдает хроническим гепатитом b у нас с официальной статистикой не очень всегда хорошо было и есть но здесь наверное нужно не бояться соблюдать какие-то меры предосторожности особенно касаемо таких манипуляций как маникюр бритье а тут ваши пациенты рассказывают где они заражают я скажу процесс потому что острый c после контакта с оперативным либо каким-то инструментальным вмешательством я их вижу намного чаще и это все-таки стоматология к сожалению не всегда пациенты знают что они инфицированы либо скрывают этот факт тоже нельзя отрицать по разным причинам они боятся стигматизации общественно и так далее так далее они не говорят об этом например стоматологу когда они приходят на прием и таким образом они могут выступать в качестве потенциального источника для другого пациента вот но за последние полгода было три точно острых c после стоматологии совершенно четкая временная связь хотя конечно доказать это сложно иметь знакомого гепатолога который вас потом вылечит к сожалению да бывает острый гепатит c после оперативных вмешательств у меня там за позапрошлый год было три врачебных родителя с острым гепатитом c после коронарографии казалось бы абсолютно чистая манипуляция при которой не должно быть никакого риска инфицирования но четко вот антитела до отрицательные потом вмешательства потом желтуха и вот hcv рнк положительные антитела появляются там чуть попозже то есть четко прослеженная ситуация к сожалению да бывают манипуляции с повреждением кожных покровов татуировки пирсинг конечно никуда не делась употребление психоактивных препаратов нашей стране вот поэтому я считаю что от гепатита b должны быть все вакцинированы это защищают от гепатита c вакцины нет но у нас к счастью есть лекарства которыми мы можем всех вылечить поэтому наверное не все так плохо как бы ну вот да есть часть пациентов у которых уже сформировался цирроз печени и это вот та группа пациентов которая нас игорь николаевичем волнует я думаю больше всех потому что это тяжелые пациенты которые требуют такого диспансерного наблюдения и вот про рак печени мы хотели поговорить конечно цирроз печени это ну группа риска да это пациенты в группе риска развития рака печени и вот хотелось бы опять еще раз повторить что необходимо скрининговое обследование каждые шесть месяцев должен делать грамотные узи на хорошем аппарате с хорошей разрешающей способностью потому что на старом там 30-летней давности аппарате не видно маленькие очаги печени должен быть хороший аппарат нужно каждые полгода обязательно делать узи достаточно узи простите что перебиваю или надо какие-то может быть более точные там кт мрт я не знаю или узи достаточно все-таки несмотря на его не совсем полную информативность рекомендуют смотреть альфа-фетопротеин это печеночный онкомаркер да идеально делать мрт с контрастом но просто мы же не можем пациенту делать мрт с контрастом каждые полгода для того чтобы осуществлять должный скрининг если какие-то подозрения есть туда надо делать но честно говоря это я сейчас свое только мнение озвучу наверное любому цирротику раз в год мрт это надо делать я не знаю как игорь николаевич считает потому что не всегда на узи видно маленькие очаги иногда мы их пропускаем да потому что цирроз печени это диффузный процесс диффузные очаговые узлы регенераты могут быть фиброзная ткань и на этом фоне разглядеть даже опытному специалисту очаг гепцулярного рака бывает сложно плюс ко всему по вашему сценарию я бы наверное тоже согласился это пациент с вирусным циррозом излечены от гепатита c и с метаболическими факторами риска они немножко расслабляются они могут набрать вес у них может быть исходно сахарный диабет или ожирение это пациент каждые 6 месяцев нужно их всех нужно наблюдать но эти пациенты нередко к сожалению дают нам в последующем через несколько лет гепцулярный рак даже после того как вирус ушел связано это ли с метаболическим фактором с генетикой самими противовирусными препаратами такие разговоры постоянно ведутся но убедительных доказательств пока не существует что они наоборот провоцируют онкологический рост но тем не менее буквально несколько дней назад умер наш пациент достаточно близкий нашему отделению он пошел именно по этому сценарию паралеченный гепатит c цирроз диабета ожирения хотя он наблюдался регулярно приходил но придя год назад потом прервался к видом его скрининг а уже осенью у него 500 мм опухоль то есть основные как бы факторы риска но кого мы можем подозревать что этого пациента разовьется рак печень гипоцеллярный карцином это любой цирроз и это пациент либо страдающий гепатитом c хронический либо вылеченный даже до от гепатита c а есть еще какие-то факторы вот у кого вот меня вопрос про гемангиомы очень часто тоже каждый день ко мне приходят пациенты с результатами заключений ультразвукового исследования пишут либо киста печени либо гемангиома вот эти образования они требуют какого-то наблюдения или более точной диагностики по типу мрт или нет я бы сказал что нужно быть уверенным что это гемангиома чтобы потом растущие месяцами гемангиома не было констатировано как гепатитулярный рак такие случаи были то есть любому пациенту с гемангиомой на узи нужно сделать мрт не совсем так доктор узи вообще не имеет права писать что это гемангиома или атипичная гемангиома очаговое поражение печени в таком-то сегменте узи к сожалению отличить гемангиому например от аденомы или от фокально андулярной гиперплазии или от очага гепатитулярной карциномы не всегда возможно и поэтому доктор узи не должен писать диагноз гемангиома он должен писать очаговое образование печени дальше мы должны расшифровать это очаговое образование с помощью контрастного исследования кт или мрт и если мы убедились что это гемангиома и бог с ней это доброкачественное сосудистое образование которое ничего плохого нам не сделает хотел сказать еще пару слов про альфето протеин пациенты и врачи нередко очень прямолинейно к ним относятся к этим онкомаркером я говорю про фп достаточно большой процент гепатитулярного рака может быть с нормальным уровнем альфето протеина это иногда более трети случаев 40 50 даже описывает гигантская опухоль недавно была которая уже с опухолями тромбами метастазами тромб доставал опухолевый тромб походил по нижней полу вены до предсердия размеры опухоли превышали 10 сантиметров у этого пациента был альфа и тптн 2 тоже иллюстративное сделать нужно но верить нельзя всегда врач должен сомневаться это особенно если ты нашел повышенный это как бы повод уделить этого большее внимание а если ты нашел нормальный это не повод не делать ни всего остального чтобы пациента не обследовать и еще вот бывают ошибки вот сделали узи вот недавно пациент был молодой у которого в течение двух лет наблюдали растущее образование в печени расценивали это как фокальную модулярную гиперплазию на узи не сделав контрастного исследования она растет растет и на момент как бы когда мы его первый раз увидели она уже достигала размером 10 сантиметров но мы естественно тут же отправили его хирургам ну постфактум уже это фиброламеллярный рак печени понимаете как бы но вот нельзя переоценивать данные ультразвука даже если тебе кажется что доброкачественное образование но она при этом растет 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 и вырастает до 10 сантиметров надо задуматься раньше чем она выросла до 10 сантиметров что это не так и что то делать сейчас ну мне кажется нет мест где недоступны кт и мрт в конце концов если в этом есть необходимость больной из какого-то отдаленного региона но может съездить в большой центр чтобы разобраться что это такое чем пропустить злокачественное новообразование и его не своевременно полечить здесь я вспомнил ты пал на еще осей 125 которые нередко повышены наших пациентов с асцитом и начинается этот большой иногда бессмысленный круг через гинекологов и пациент просто попадает не в тот вектор обследования да и по мере разрешения асцита этот онкомаркер достаточно быстро может нормализоваться и мы говорим что мы вылечили рак яичников пациенту с асцитом особенно если это мужчина есть такое смешное смешная организация называется международный асцитический клуб на самом деле это серьезная организация которая публикует регулярно рекомендации поведению больных с асцитами и там написано что больному с асцитом сие 125 смотреть нельзя потому что он будет повышен всегда и это идет к абсолютно неоправданному диагностическому терроризму и мрт сумасшедший дом поэтому и маркер для печени это альфа-фетопротеин да но есть очень редкие случаи когда это не связано с раком печени мы будем смотреть 19 9 другой онкомаркер специфичный для холангиоцеллюлярного рака но это немножко другая история коллеги у нас осталось еще очень много тем не обсужденных это редкие заболевания печени болезнь вильсона коновалова болезни накопления другие и в общем конечно поле для обсуждения огромно но у нас к сожалению уже вышло наше время и у нас тут есть несколько вопросов сможете прочитать да я прочитаю первое сначала у пациента повышение повышенность щелочная фосфатаза много лет нет лишнего веса остальные показатели печеночные тесты в норме о чем надо думать здесь я прокомментировал бы что к сожалению в россии не смотрят различные варианты щелочной фосфатазы не всегда она имеет происхождение печеночной например связано с метаболизмом костной ткани ты полна увели из эфира или она с нами здесь просто мы ее не видим потому что у нас а у нефрологических пациентов такой скоро вы постоянно в клинике нефрологии можем ли мы увидеть это отклонение щелочной фосфатазы связанное с заболеванием почек собственно чаще чаще гамма-гт иногда при тубу лопатиях бывает повышена гамма-гамма-танутранспептидаза она содержится и в клетках почечных канальцев щелочная фосфатаза мне кажется нет там костная мозговая кишечная фракции то есть не только заболевание печени первым первым делом я бы какой-нибудь остеопороз вы исключала или посмотреть минеральную плотность костей на предмет повышенного метаболизма лизиса второй вопрос тоже зачитаю подскажите пожалуйста направление поиска причин повышения маркеров цитолиза нарастают в динамике у беременной на 14 неделе после ко получает эстрогены в начале беременности сейчас утро жестан фолиевую исключены вирусные гепатиты рота по вечерам узи нет данных повышение маркеров цитолиза до 6 норм есть целый четкий алгоритм по обследованию беременных с поражением печени с подозрением на поражение печени помимо вирусных гепатитов здесь надо смотреть и не получает ли пациентка антикоагулянта либо это насколько это можно растение как физиологическое повышение маркеров цитолиза нужно ли это лечить на мой взгляд с учетом того что это эко скорее всего там был протокол стимуляции яичников больная получает эстрогены прогестерон и так далее и очень часто мы видим пациенток с лекарственным гепатитом здесь просто наблюдение и постараться минимизировать прием препаратов у нас иногда акушерские пациенты приходят и получают там узнают 10 12 препаратов есть наверное минимум необходимых остальные нужно максимально поотменять оставить только то что необходимо и дальше понаблюдать за ферментом скорее это лекарственный гепатит лекарство индуцированное поражение печени да как сейчас мы говорим гепатит всех смущает не осталось необсужденной темы я думаю что нам нужно будет с вами еще хотя бы разок встретиться потому что действительно очень интересные тематики остались за кадром но сейчас я думаю нам нужно уже попрощаться большое вам спасибо я получила огромное удовольствие надеюсь что наши слушатели тоже узнала много нового и сейчас я хочу сказать нашим слушателям большое вам спасибо за внимание очень скоро у нас будет эфир с врачом дерматологом косметологом по связи заболеваний желудочно-кишечного тракта и заболеваний кожи жду вас с нетерпением на нашей следующей передаче коллеги попрощайтесь всем спасибо большое за внимание мне было интересно дискутировать ты пану поправляйтесь пожалуйста вы нам нужны что я с вами только вот так онлайн но на сбок следующий раз сможем обсудить не менее интересные злободневные темы спасибо за приглашение еще раз спасибо было очень интересно всем спасибо всем пока до свидания